Магнитогорский государственный технический университет, который определяет жизнь, развитие и профессиональный облик нашего города Магнитогорска. Сегодня у нас в гостях два кандидата технических наук, два сотрудника института архитектуры, строительства и искусства Суровцов Максим Михайлович. Здравствуйте. И Наркевич Михаил Юрьевич. Добрый день. Давайте поговорим о том, почему вы, будучи выпускниками университета, остались и работаете здесь и по сей день. Вопрос к вам, Максим Михайлович. Вы знаете, Ольга, я когда-то давно приехал из своей деревни, мне выбрал этот наш университет. Я почувствовал, что в этом университете я получу достойнейшее образование, которое позволит мне реализоваться. Дальнейший мой путь был через аспирантуру, и аспирантура привлекала нас к образованию, к преподаванию. И мы работали с профессорами и получали достойнейшие знания и получали перспективы того, что сейчас мы реализуем уже, будучи преподавателями и заведующими кафедрами. Вы увидели в этом городе какое-то будущее? Конечно. Если бы я не увидел, я бы, наверное, куда-то уехал в другой город. Но этот город мне очень нравится, и я хотел бы, чтобы он стал еще лучше. Я уверена, что именно это вы и делаете сегодня, поскольку в своем институте являетесь заместителем директора по учебной работе и напрямую связаны с воспитанием профессионалов. Что ж, Михаил Юрьевич, как вы оказались здесь и не просто оказались, но и остались в стенах университета, невзирая на то, что у вас есть и другая занятость. Вы директор НИИ промбезопасность. Что же вас удерживает рядом с МГТУ? Для меня на сегодняшний день университет – это наука, это взаимодействие науки и производства, образование и науки, реализованное в виде программ образовательных различного уровня. Это и бакалавриат, и магистратура, и даже аспирантура. Правильно ли я понимаю, что вас еще привлекает и возможность использовать в исследовании промышленной безопасности все научные открытия университета? Лаборатории исследования прочности стальных конструкций и так далее. Ведь есть же в этом какой-то здоровый конгломерат? Привлекаются самые современные открытия? Безусловно, все оборудование, которое имеет университет, все лаборатории, безусловно, они используются и в частности в той области, где занимаемся мы. Это по-другому невозможно. И студенты, как раз таки, они привлекаются к этим исследованиям, и они вживую в очи видят все, что там происходит. То есть непосредственно вживую наука и производство. И образовательный процесс. То, что и требуется сегодня. Что ж, Максим Михайлович, давайте поговорим о студентах. Сколько вы их набрали в этом году? В этом году в наш институт было зачислено порядка 300 студентов. Причем это разные уровни по образованию. Мы набираем как бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Бакалавриат и магистратура. Это было принято и модно уже несколько лет. Но сейчас мы поговорим о том, что нужна опора на специалитет. Вы в это верите? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему? Вы знаете, я сам в свое время получил именно образование специалитета, инженерное образование, которое было еще с Советского Союза. Конечно же, там давался достаточно массивный большой пласт знаний и дисциплин по объему бакалавриат. Это срезал. Магистратура дает немножко другой вектор направления для выпускника. И здесь каждый склонен, мне кажется, выбирать свое направление. Если он хочет что-то поменять, тогда для него связка бакалавриат-магистратура становится привлекательнее. А если человек твердо уверен, например, он из династии строителей, и для него нет другого пути, как дальше быть этим строителем, для него специалитет – это отличный выбор, и он получит хорошее образование, которое прозвали стать ВК-классным специалистом. Мы прекрасно знаем, что уже на этапе поступления каждый молодой школьник и его родители могут прийти в приемную комиссию, все узнать, обсудить и выбрать свое направление. Давайте расскажем, а что вы предлагаете сегодня? В настоящий момент наши направления подстраиваются все-таки под те вызовы рынка, вызовы экономики, потому что специалисты нужны разные, абсолютно разные, с разными компетенциями. Ну, конечно, у нас есть такие классические направления подготовки, как промышленное гражданское строительство, теплогазоснабжение – это наши ключевые выпускники, партнеры, которые всегда у нас трудоустроены, наши Депромесс, Гражданпроект, Теплофикация, Водоканал и другие организации, которые очень нуждаются в таких специалистах. Кроме того, мы набираем такие направления, которые, скажем, более современные, потому что сейчас все-таки образовательный процесс и то профессиональные требования, которые появляются выпускнику, они другие. Очень много IT-технологий внедряются в производстве, и мы должны меняться, мы должны подстраиваться под это. У нас есть так называемые программы, которые в университете получили название «пилотных». В этих пилотных программах студент может сконструировать свою собственную траекторию, он может выбирать дисциплины для себя, которые ему более привлекательны, и он будет отличаться от других выпускников своего же направления. Соответственно, для работодателя он может стать более интересным под те ключевые задачи, которые ищет работодатель. Это доступно каждому студенту или ограниченному контингенту? Нет, это доступно абсолютно всем. Ребята поступают на общей основе по результатам вступительных испытаний, которые они сдавали либо в школе ЕГЭ, либо это вступительные испытания внутренние, если люди пришли после СПУ. Соответственно, здесь свобода для всех. Вы будете их готовить на базе кафедры, института, или также будете привлекать дополнительное профессиональное образование? Вы знаете, Ольга, здесь, конечно же, основной упор – это наш университет, но без того, чтобы привлекать специалистов, которые знают на практике те новшества, которые сейчас существуют, мы не можем обойтись. Поэтому у нас специалисты привлекают. Очень большой пласт для таких программ – это проектная деятельность. А руководить проектами мы стараемся привлекать как раз-таки внешних специалистов, практиков. На наш взгляд, это более правильный выбор. Мне кажется, что это уже более правильно, поскольку потенциальный работодатель приходит и знакомится с своим будущим сотрудником. Да, абсолютно верно. И начинает вписывать его в какой-то процесс. Михаил Юрьевич. Я бы даже больше сказал, что потенциальный работодатель уже в университете на сегодняшний день есть. Потому что есть заинтересованность в кадрах, в студентах даже, в выпускниках. То есть не обязательно для того, чтобы трудоустроиться, где-то искать на стороне. Пожалуйста, вот институты, и вот наш институт не единственный, куда можно прийти уже на работу, являясь студентом на самом деле. И закончив университет, и уровень бакалавриата, и магистратуры, также можно остаться в университете. То есть университет – это уже не просто образовательная организация, она уже переросла. То есть это еще и теперь организация работодателя. Да, мы знаем, что в университете создан центр карьеры. И, кроме того, каждый из вас, как педагог, как наставник, предлагает студентам вот эти возможности. Но все же давайте с вами, Михаил Юрьевич, обсудим, как с человеком, который больше работает в практическом поле, кто же является вашими партнерами для вашего института сегодня? На сегодняшний день якорным партнером является Магдагорский металлургический комбинат, совместно с которым мы осуществили ряд проектов как по науке, так и в прикладной деятельности. Перебью вас. В том году вы говорили нам о том, что будут использованы дроны для исследования труднодоступных мест в производственных циклах и помещениях ММК. Это уже произошло? То, что нам казалось еще не свершившимся в прошлом году, в этом году дроны уже вовсю летают. И то, что мы планировали, мы это уже на сегодняшний момент сделали. Здорово. А партнеры Института архитектуры, строительства и искусства сегодня это? Это крупные организации города и области. Ну, из города это, конечно, Магдагорский гипромес. Это экспертные организации, допустим, тот же Техногарант и другие. Всего их сколько, если можно общей цифрой дать? Если общей цифрой дать, то более 30 партнеров. То есть 30 организаций напрямую зависят от того, каких профессионалов вы им подготовите. Верно? Максим Михайлович, я ошарашена этой значимостью. И сейчас мне хочется задать девичьей, возможно, глупой, но я уверена, вы мне его простите вопрос. Давайте представим, что вас как института нет. Что происходит в городе, в нашем регионе? Я думаю, что в первую очередь, конечно, город моментально ощутит вот этот провал, почти дефицит кадров, которые мы готовим. Потому что, если говорить о том, что было порядка 10, например, лет назад, когда выпускалось порядка 200 специалистов направления строительства, они все на выходе из университета уже были востребованы и трудоустроены. Сейчас мы пускаем цифру раза в три меньше. И, соответственно, уже этот дефицит кадров наблюдается. Мы это замечаем по тому количеству обращений в институт от организаций. Причем это как крупные, так это более мелкие компании, которые заинтересованы. И всем, конечно же, нужны специалисты. Все хотят получить самых лучших, но они у нас и так все самые лучшие. Соответственно, если не будет нашего института, то кто будет трудоустроен в этих организациях, то будут решать те задачи, перед которыми сталкивается город. Каким профессионалам мы доверим эксплуатацию наших инженерных систем и зданий? Что будет в целом с нами, как с городом? Это действительно нужно бы осознать каждому, в том числе, возможно, и родителям выпускников, которые мечтают получить в будущем неких красивых блогеров, нисколько не унижая эту профессию. И давайте все-таки думать о серьезном обоснователе. Михаил Юрьевич, вот Максим Михайлович сказал, что дефицит кадров строителей, проектировщиков уже ощущается. Вы это тоже чувствуете? Конечно. Нам, то есть мы выбираем для прикладной деятельности, собственно говоря, специалистов, студентов тоже, но еще выпускников. Не секрет, что, допустим, экспертов и специалистов строителей просто не хватает. Поэтому то, о чем сейчас было сказано, действительно это и есть. И это слышим мы от всех организаций городских. И когда мы определяем тот же самый КЦП, контрольные цифры приема на следующий год, мы их, собственно, и учитываем. И планируем в рамках своих возможностей вот эти вот цифры. Что ж, пусть нас уж слышат люди, которые наделены полномочиями по формированию этого заказа в университет по цифрам приема. Пусть прием будет хорошим и успешным. Но давайте в завершение этой программы поговорим о том, что вы встречаете большой и серьезный юбилей. Вообще строительному образованию, подготовке строителей в городе уже 80 лет. Отсчет идет с года 42-го. Это чем был особенный год, Максим Михайлович? Почему именно тогда? Если мы говорим о в целом университете, конечно, некоторые направления сформировались раньше. А строительное наше направление было связано с тем, что предприятия, которые эвакуировались в этот год на территорию Челябинской области города Магнитогорска, им требовалось быстро настроить и запустить производство. Соответственно, требовали специалисты. А кто должен готовить этих специалистов? Было принято решение о том, что будет основан этот факультет. И с того момента он выполнял эту сложную и важную для страны задачу. Сейчас мы являемся как институт преемником этого факультета. Мы гордимся тем, что мы выполнили эту задачу и выполняем, продолжаем готовить еще специалистов на сегодняшний день. Михаил Юрьевич, для вас 80 лет – это какая-то особенная дата? Или вы считаете, что следующие плюс 40, плюс 80 будут еще более интересными для жизни вашего института? Давайте начнем с того, что прошло 80 лет, то есть еще немножко и век, но институт, как он был создан, тогда это был факультет, теперь это институт. То есть он развивается, он существует. Появилось ряд образовательных программ, они успешно реализовываются, он востребован, готовятся молодые кадры, поэтому институт будет развиваться, институт будет расти и шириться. И у меня в этом нет никакого сомнения. А вы думаете, что студенты станут принципиально иными? Или вы их готовите хотя бы к этому? Студенты, само время приводит к тому, что студент, он уже становится иным. Меняются предпочтения, меняются интересы, меняется просто вся наша огрушающая жизнь. Поэтому и программы образовательные подстраиваются в этой части под обучающихся, под их интересы, под их увлечения. И безусловно под те тренды, которые вызовы, которые предъявляет нам наша сегодняшняя жизнь. Новые задачи, новые истории, новые учебные программы, новые динамичные, современные, интеллектуальные и быстрые вмышления студенты. В преддверии этого юбилея я вам искренне желаю, чтобы все получилось. И благодарю вас за то, что стали нашими гостями. Благодарю вас. Всего доброго, до свидания. До свидания. А я напоминаю, что программа на самом деле выходит в эфир в городе Магнитогорске при поддержке стипендиального фонда депутата Государственной Думы Павла Владимировича Крашененникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова